Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер, Гомель! Как видите, дорогие друзья, способ накопить на квартиру все-таки слишком долгий, поэтому сегодня мы будем искать другие пути. Совсем скоро в нашей студии появятся эксперты, которые помогут нам ответить на вопрос, как же купить квартиру, если денег нет. Сегодня в нашей программе мы рассмотрим самые реальные варианты, как купить квартиру. Кредит, квартира в зачет и частный долг. Я напоминаю, что в прямом эфире «Добрый вечер, Гомель!» тема нашей сегодняшней программы «Где взять деньги на квартиру?» Звоните в студию 34 22 43, оставляйте свои сообщения в Вайбере или в нашей группе ВКонтакте. Добрый вечер, Гомель! Для начала все-таки надо определиться с суммой, да? Вот скажите, сколько стоят сегодня квартиры в Гомеле? Ну, начнем с самого покупаемого сегмента. Это однокомнатные квартиры. Они стоят на сегодняшний день от 13 000 до 20 000. Двухкомнатные, скажем, от 17 000 до 25 000. До 30 000, наверное, быстрее. Трехкомнатные от 25 000 до 28 000 до 45 000. Но такая разбежка большая, потому что существует разный уровень жилья. И сравнивать квартиру, которая, ну, есть однокомнатная квартира в двухэтажном старом доме с деревянными перекрытиями, да? Или квартира в новостройке, в спальном районе, где рядом инфраструктура хорошая, безусловно, есть большая разница. Ну, а вообще интересно, от чего зависит стоимость квартир? Вообще наш рынок недвижимости, вот мне интересно, это от банковских кредитов, может быть, от погодных условий? Ну, вы знаете, что можно пошутить по поводу погодных условий, квартиры нет. А вот если говорить честно, то дома перестают продаваться, когда начинает идти снег. Ага, да, хорошее, мне кажется, замечание очень достойное. Ну, дизайн хорошая шутка. Ну, а если серьезно, то от сезона, допустим, зависит стоимость квартиры? Вы знаете, сегодня нет. Сегодня сезонность как такова не существует. Это быстрее, это зависит от экономической ситуации. И кредитные средства, и их доступность имеют очень серьезное значение для того, чтобы он жил или был мертв. Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули, что самые ходовые однокомнатные квартиры, такая тенденция и раньше наблюдалась. А какие еще квартиры в ходу сегодня у гамильчан? Ну, есть такое понятие вообще, еще малосемейка. Это вообще сам востребованный семент. Но, наверное, все-таки это будет неправильно говорить, что самые востребованные это однокомнатные. Скорее всего, сейчас приоритет сместился все-таки на двухкомнатные квартиры. Двухкомнатные стали самым покупаемым таким сегментом рынка недвижимости. Спасибо большое. Вот интересно, как влияют сегодня социальные проекты? Вот, например, субсидии на покупку вторичного жилья, вообще на активность наших граждан? Безусловно, как только граждане смогли пользоваться субсидиями, у нас появился целый круг клиентов, которые стали пользоваться субсидиями. И нашим специалистам пришлось разбираться, чтобы помогать им освоить вот эти механизмы. То есть стали активнее при покупке, это улучшило ситуацию. Олег Маркович, а как вот вы все-таки считаете, как купить квартиру, если денег нет? Вот в вашей практике какими средствами чаще всего пользуются гамильчане, приобретая жилье? Самый популярный вид, на самом деле, заимствования денег, это банковские кредиты. Это самый обычный, популярный путь, ну и на самом деле сегодня он становится все более доступным для граждан. Вы знаете, вот во всем мире очень сегодня популярна такая услуга, как квартира в зачет, когда старая квартира идет в зачет новой. А пользуется ли такой схемой гамильчане сегодня? Да, это схема рабочая, она существует. Чаще всего к нам обращаются не граждане, а скорее всего застройщики. Граждане приходят к застройщику, хотят привезти новое жилье, рассказывают свою историю о том, что у них есть там какая-то квартира. Застройщик обращается к нам, и мы с радостью выполняем эту задачу. Если граждане приходят к нам, а не к застройщику, тогда мы контактируем с застройщиком, бронируем для него необходимую квартиру, устанавливаем сроки. Ну и наша задача в таком случае установить реальную цену, чтобы человек продал такую цену не через полгода, а установили сроки. Для этого специалисты есть. Вы знаете, здесь есть несколько нюансов. Еще раз напомню, что такое квартира в зачет. Если у вас есть старая квартира, назовем ее так, если у вас есть квартира, вы хотите построить или купить новую, вы можете старую квартиру продать с помощью, например, агентства недвижимости, и эти средства пойдут в зачет новой квартиры. В общем-то, дешево и быстро. Но какие нюансы все-таки стоит учитывать, собираясь совершить подобный обмен? Мы показываем плюсы и минусы. То есть плюсы – это возможность улучшить жилищные условия очень быстро и дешево. Минусы очень часто вот риэлторы, они выделяют, как что старая квартира оценивается ниже средней рыночной цены. Существует ли такая вот опасность? Ну, на самом деле, не совсем так. Все дело в том, что чаще всего граждане переоценивают свою недвижимость, потому что, ну, есть такая человеческая сущность. Мы как? Мы хотим свою вторичную жилье, мы хотим продать его дорого, а на первичную купить дешево. Ну, сегодня, поскольку рынок открытый, и мы все понимаем цену, то тот, кто будет покупать у них вторичное жилье, они тоже понимают цену квадратного метра. Поэтому давайте все-таки будем, ну, людьми, которые подходят к этому с умом, и если я хочу свою однокомнатную квартиру продать по тысяче долларов за квадратный метр, а купить по 500, навряд ли это сегодня будет возможно. Да, ну, здесь еще сурабатывает и оперативность, наверное, тоже. А, кстати, вот как проводится оценка старой квартиры вот в такой схеме? Кто оценивает и сколько времени это занимает? Ну, есть разные виды оценки, но в данном случае риэлтор опирается на свой опыт. Риэлтору достаточно, ну, не знаю, в зависимости от того, какая это квартира, от 15 минут до 30 минут для того, чтобы оценить квартиру эту. Потому что риэлтор – единственный человек, который знает сумму реальной сделки, за которую можно продать, за которую, не можно продать, за которую покупали подобные продукты. А вообще помогает ли агентство недвижимости выбрать новое жилье в такой сделке, как за счет старой квартиры на новую? Безусловно, это один из видов нашей деятельности, когда приходит человек с желанием продать свою квартиру на вторичном рынке и приобрести на первичном, то наша задача – определить реальную стоимость и подобрать ему вариант. Ну, во-первых, подобрать достойный вариант, потому что риэлторы знают, что надо покупать и что не надо. Ну, и еще дело застройщика. Застройщик, конечно, добросовестный. Мы тоже знаем, как это проверить. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, будет ли эта услуга, зачет квартиры, пользоваться популярностью в нашем регионе? Она становится все более популярной, потому что, ну, есть ряд людей, которые… Молодежь всегда стремится покупать новостройки. Люди зрелого возраста, их на востоке не интересуют. Они хотят спальные районы, они хотят жилье рядом со своими родителями, со своими родственниками. И поэтому это круговорот квартиры в природе, которые будут всегда. Вы знаете, есть несколько сообщений от наших зрителей в Вайвере. Телезритель, который назвал себя буквой Т, без всяких там обозначений, пишет вопрос такой для вас. Хочу купить новую квартиру за счет старой. Кто будет оценивать мою двушку, сколько это может стоить, моя квартира 85-го года в 5-м микрорайоне? Вот вам конкретная квартира. Отлично. А сколько комнат? Вот здесь как-то не сообщили, да. Ну, я предлагаю гражданину на букву Т обратиться в наше агентство и дать нам более подробную информацию. С удовольствием, на самом деле, мы поможем это сделать. И будете оценивать ее? И хотя бы ответим на вопрос. Кто будет оценивать эту двушку? Это будет сотрудник нашей организации, выйдет на место и оценит эту квартиру. Если человек не захочет, чтобы мы выезжали, он достаточно нам сделает подробное описание и фотографии, мы тоже можем... Серьезно? Можно даже так это сделать без выезда на место? Да, дистанционно. Дистанционно. Мы делаем это. Очень интересно. Дмитрий сообщает, что он живет по средствам и старается не одалживать. Ну, Дмитрий, вот эти аплодисменты для вас. Может быть, вы и правы, да, что знает. А вот Тарас сообщает нам, что он вдруг решил накопить на квартиру самостоятельно, еще до нашей программы. Но подсчитал, в принципе, это реально, если очень сильно экономить. Лет через 40 куплю, написал Тарас. Тарас, вы знаете, вы, может быть, так не торопитесь уж слишком ту же так пояса затягивать. Посмотрите все-таки сегодняшнюю нашу программу дальше. Вдруг вы найдете для себя ответ на вопрос, и какая-то схема действительно подойдет для вас. Я хочу напомнить, что в прямом эфире «Добрый вечер, Гомель». Где взять деньги на жилье? Тема нашей сегодняшней программы. Как купить квартиру, если денег нет? Дорогие друзья, мы ждем ваши варианты, как вы поступали, или поступаете, или планируете поступать. Может быть, действительно, есть очень интересные истории. Звоните в студию 34 22 43, можете оставлять свои сообщения в Вайбере или в нашей группе ВКонтакте. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Белорусы все чаще берут кредиты, в том числе и на покупку жилья. Эксперты ожидают дальнейшего роста кредитования населения и связывают это с возможностью одалживать средства в банках относительно дешево. Сегодня мы поговорим о том, какие нюансы следует знать каждому из нас, собираясь оформить кредит в банке. Я хочу пригласить в эту студию Алексея Валентиновича Петухова, начальника управления, инспекции Главного управления Национального банка нашей страны. Да, по Гомесской области. Добрый вечер. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну, что хочу сказать. Национальный банк все-таки впервые в нашей студии. Это такая уникальная возможность рассказать сегодня нашим зрителям все, что их интересует о кредитах, о банковских кредитах. Вот начну с такого вопроса. Почему кредиты стали так востребованы сегодня? Ну, вы знаете, мы смотрим оптимистично в этом году, потому что с начала года у нас за 8 месяцев идет рост привлечения. Кредит на портфеле увеличился. Увеличился он порядка 90% в целом. В натуральном выражении это порядка 100 миллионов рублей. Общий кредитный портфель сейчас на данный момент для физических лиц, как по кредитованию недвижимости, так и по кредитованию на потребительские цели, составляет порядка 1 миллиарда рублей. Скажите, пожалуйста, Алексей Валентинович, мы говорим о том, что кредиты становятся более доступны. А вот от чего зависит все-таки этот волшебный, загадочный, вот этот процент по кредиту в наших белорусских банках? Ну, здесь есть несколько факторов, которые влияют на этот процент. Во-первых, в нынешнем году у нас замедлилась темпа инфляции, что, естественно, сказалось. Банки снижают процентную ставку по кредитам. Кроме этого, с 1 мая 2017 года отменена обязательная необходимость предоставления физическим лицам в банк справки о доходах. То есть на данный момент банки сами определяют, необходимо это им предоставлять или необходимо их предоставлять. И, кроме этого, сейчас расширился широкий спектр предоставляемых услуг банками. То есть банки, так как это является конкурентной средой, они более тщательно подходят к выбору тех кредитных продуктов, которые они реализуют на рынке. Кому вы ни при каких условиях никогда не посоветовали брать кредит в банке? Наверное, тому, кто некритично относится к этому вопросу. Первостепенно необходимо рассмотреть свои возможности. То есть посмотреть, во-первых, цель. Стоит ли она того? Стоит ли брать сейчас данный момент кредит? Какой кредит брать? Если позволяют ли доходы данного физического лица брать данный кредит? Насколько он сможет в долгосрочной перспективе, если он берет кредит на недвижимость, погашать проценты? Я хотела бы привлечь к нашему разговору, подключить Олега Марковича. Олег Маркович, а вот скажите, пожалуйста, раз мы говорим про вторичный рынок жилья тоже сегодня, насколько вот снижение ставки рефинансирования повлияло на региональный рынок недвижимости? Снижение ставки рефинансирования на самом деле повлияло как на всю экономику, так и на сферу недвижимости. И как только ставка снизилась, обязательно за ней пошло снижение ставок на кредиты. Безусловно, активизация клиентов, которые воспользовались кредитными портфелями, мы видим. Это серьезно для нас. То есть для вас это плюсы, большие плюсы, и для всех для нас тоже? Это выгодно, в принципе, для государства, для банков и для агентств в том числе. Алексей Валентинович, у нас есть от Катерины вопрос в Айбере. Сколько процентов платится взнос своими средствами при строительстве квартиры и где их взять, спрашивает. Тамара спрашивает, но написала Катерина почему-то. Как можно ответить на этот вопрос, может быть, в общем, сколько процентов платится взнос своими средствами при строительстве квартиры? Вам понятен вопрос? Сколько они должны внести? Наверное, первоначальный взнос. Да, скорее всего, первоначальный взнос. Но здесь различные варианты есть. Есть льготные кредиты порядка 90%, но это льготные категории граждан. Но в остальных банках порядка 75% берется кредит. То есть 25% они должны наносить свои средства. То есть вот такое разграничение получается? Где-то приблизительно так. Но это лавируется в банках в зависимости от тех услуг, которые они предоставляют. Владимир задает вопрос Олегу Марковичу. Какой процент от суммы сделки, купли-продажи, недвижимости составляет вознаграждение вашей компании? Может быть, тоже от и до. В компании без вознаграждения, что ли, работают? Нет, нет. Вы так заулыбались. Нет, я хотел сказать, что, к сожалению, наша деятельность регламентируется государством. Есть представитель Совета Министров, которая регламентирует. И я могу вам сказать, что все компании Республики Беларусь работают под ним и тем же тарифом. Под одним и тем же процентом, да? Под одним и тем же процентом. И какой это процент? Это от 1 до 3 процентов в зависимости от того, сколько стоит квартира ваша. И если говорить, чтобы это было понятно было, квартира, которая стоит до 50 тысяч долларов, это будет составлять на наш процент вознаграждения 3 процента. Все, что остальное выше, там будет дальше 2,8, 2,9 и до 1 процента. Сегодня, поскольку рынок недвижимости не такой дорогой, как он был раньше, то большинство квартир попадает в сегмент 3 процента. Спасибо большое. Хочу продолжить. Алексей Валентинович, вот на что стоит обратить внимание каждому из нас? Какие учитывать нюансы, если мы собираемся взять деньги в долг у банка? Ну, я хотел бы прежде сказать, что банк выдает кредиты на целевые, скажем так, на цели определенные и нецелевые кредиты. Естественно, кредиты, которые выданы, скажем так, на определенные цели, банк считает, что риски там уже учтены и там процентные ставки ниже. То есть, прежде всего, вот этот нюанс. То, что касается обратить внимание, то, прежде всего, я говорю, надо обратить внимание на собственные цели. Для чего вы берете этот кредит? То есть, если на определенный срок, если вам нужна небольшая сумма, то стоит, например, разговаривать о каком-то вердрафном кредитовании, которое вы можете потом, если вам необходимы деньги небольшие, и, скажем так, взять и погасить потом. То есть, это безболезно не идти еще раз в банк и не брать кредит. Если, конечно, на автокредитование или какие-то еще нужны, здесь нужно уже рассматривать различные варианты. То есть, подходить к такому позиции не то, что, например, вы взяли в одном определенном банке или вам как бы предложили, а рассматривать весь спектр всех этих услуг. То есть, где-то будет лучше процентная ставка, где-то условия немножко другие. То есть, нельзя подходить, вот вы увидели кредит, например, и побежали за ним. Здесь нужно более, скажем так, философски подойти к этому вопросу и на начальном этапе рассмотреть все варианты, которые у вас есть. Скажите, а вот банк, он обязан предоставлять информацию об условиях кредитования своему клиенту? Да, обязан. Это законодательством закреплено. То есть, до заключения кредитного договора банк обязан в письменной форме ознакомить вас с общими условиями кредитования. Со всеми, с процентной ставкой. Там около 8 или 9 условий, которые обязательны перед тем, чтобы клиент ознакомился и письменно подтвердил это, перед тем, как заключил договор. Либо, если меняется, например, сумма в большую сторону, то, естественно, тоже банк обязан, скажем так, информировать о всех изменениях договора, и клиент должен письменно ознакомиться. Спасибо большое. Вот приступило только что еще одно сообщение в Аберет. Марина, здравствуйте. Куда обратиться, чтобы уточнить все предложения на рынке по строительству или продаже новых квартир? Очень просит адрес. Я думаю, что это, наверное, вопрос другой программы. Вам, наверное, нужно обратиться или в управление по жилищному строительству, или, может быть, в администрацию своего района, в отдел по жилищному строительству. Я думаю, вам там точно ответят, что есть в наличии, как это сделать. И смотрите почаще нашу программу. Мы очень часто поднимаем эти вопросы в нашей вечерней студии. Дорогие друзья, хотелось бы обратить внимание на одну очень интересную информацию. Белорусский портал MyFinBuy проанализировал заявки пользователей на кредиты и выяснил, какие имена являются самыми закредитованными. Для эксперимента взяли почти 10 тысяч заявок белорусов. Оказалось, что среди женщин чаще всего за кредитом обращаются Наталья, Елены, Татьяны, Ольги и Светланы. Менее всего интересуются банковскими займами Зои, Елизаветы, Илона, Зинаиды и Снежаны. А вот из мужских имен чаще всего живут в долг Александры, Сергея, Дмитрия, Евгений. Ну, а больше на свои средства, чем на банковские, полагаются Григорий, Германы, Федоры, Степаны и Борисы. Дорогие друзья, я напоминаю, что в прямом эфире «Добрый вечер. Гомель». Тема нашей программы «Где взять деньги на жилье?». У нас в гостях начальник управления инспекцией Главного управления Национального банка по Гомельской области Алексей Валентинович Петухов. Еще вот несколько вопросов о кредитах, но уже от наших зрителей. Сергей задает вопрос. Может ли банк отказать в заключении кредитного договора? Если да, то на каких основаниях? Понимаете, основная задача банка – это получение прибыли. Это закреплено банковским кодексом. И, естественно, банк смотрит, исходя из своих интересов. Банк, выдача кредита физическому лицу – это не является обязательством банка. Это его право. И он рассматривает этого клиента с точки зрения его кредитоспособности, правоспособности. И только после этого рассматривает возможность выдачи кредита. Должен ли банк при этом объяснять причину отказа? Нет, не обязательно. Можно просто сказать «нет» и все. И, в принципе, требовать ничего нельзя. Есть вопрос к вам, Олег Маркович. Вопрос к риэлтору Алексей задает. По вашим прогнозам, до конца года будет ли наблюдаться существенное изменение цен на квартиры в Гомеле? Я полагаю, что снижение цен будет небольшим. И рассчитывать на то, что вдруг будет какой-то такой скачок, и мы вдруг все увидим что-то необычное, я думаю, что нет. Я думаю, что это будет порядка максимально 5%. Маргарита, вот вдогонку сразу, если можно коротко, когда лучше покупать квартиру, когда они дешевле? Покупать лучше тогда, когда вы выбрали подходящий себе вариант, и он вам подходит. Отлично. Хороший очень, мне кажется. И Денис задает вопрос. Если я не могу вовремя погасить кредитный долг, как правильно поступить? Хороший вопрос. Человек вдруг понимает, что он не может. Конечно, на месте действовать надо ему. Как? Если он видит, например, что не может погасить кредит, это заранее уже известно, насколько я понимаю, то он должен подойти сам банк. То есть здесь вообще два варианта в решении этого вопроса. Либо вы договоритесь с банком, либо вы договоритесь через суд. Поэтому лучше первый, конечно, вариант. И если вы, например, приходите заранее в банк и говорите, что я не могу взять кредит, вернее, не могу погасить определенный процент или что-то еще, банк рассматривает это как положительный факт, что вы готовы к сотрудничеству, может рассмотреть различные варианты реструктуризации задолженности. Давайте объясним, что такое реструктуризация задолженности. Это когда банк распределяет основную сумму. То есть берет ваш долг? Нет, вернее, не реструктуризация, а рассрочка задолженности, именно когда, например, эту сумму, он более растягивает по времени, например. Так. Вот, либо, например, дает определенное время для того, чтобы клиент смог... То есть, в принципе, может пойти навстречу клиенту всегда? Да, может пойти навстречу клиенту. Ну, то есть различные варианты, в зависимости от кредитования, то сложно сказать что-то конкретное. А самые неприятные варианты какие могут произойти? Не погашенный кредит. И? Банк будет как действовать в таком случае? Ну, в таком случае сначала он будет вам слать смс, кинул, это в зависимости от того, как у него предусмотрена его политика и в области проблемных кредитов. Либо потом будет звонить вам, рассказывать, показ. Потом, значит, будет работать служба безопасности банка и юристы банка. А там уже либо досудебные, скажем так, ну, есть досудебные меры и после уже судебные. В общем, лучше не ждать подобных смс, а если чувствуется проблема... Если чувствуется, то лучше идти в банк, разговаривать. То есть, возможно, заключение дополнительного соглашения, возможно, рассмотреть реструктуризацию ту же задолженность, но здесь уже это в зависимости, например, если он не может погасить, у него не было просроченной задолженности. Очень интересный вопрос есть от Яны. Добрый вечер. И вам добрый вечер, Яна. Скажите, пожалуйста, если моей маме 52 года, могут ли дать ей кредит на жилье на 20 лет? Это уже вопрос банком. Банком, хорошо. Да, это политика банка. Мы попробуем сегодня, определенный банк будет у нас в гостях, поэтому мы обязательно зададим этот вопрос. Так, еще вопрос не совсем по теме. Ну, не совсем по теме, да. Ну, к сожалению, есть и вопросы не совсем по теме. Я хотела бы еще один вопрос вам задать, Алексей Валентинович. Вот по какой причине могут возникнуть ситуации, которые Тарас, наш телезритель, написал нам в программу. Год назад закрыл все выплаты по кредиту, но счастье было недолгим. Через месяц оказалось, что я злостный неплательщик. Мне насчитали штраф. Как такое вообще могло произойти, до сих пор не понимаю. Вот когда человек уверен в том, что он полностью рассчитался с банком, а банк считает его неплательщиком? Бывают же такие ситуации? Да, бывают, конечно. Дело в том, что некоторые банки используют такую систему, когда, например, погашение, например, до 15-го числа месяца текущего, ну, клиент заранее гасит кредит. Эти деньги не сразу попадают и закрывают. Они не видны, они находятся на текущем счете. И клиент как бы считает, что он гасит какую-то задолженную свою. И он просто выпадает из этой системы, скажем так. И в конце концов, когда он как бы считает, что он закончил платить, оказывается, это маленькие суммы, которые вот между разницей между днем, когда он положил денежки. И копеечка это может сыграть? Да, и копеечка это играет роль. В основном, ну, такие вот вопросы. Как себя обезопасить от подобных действий? Ну, есть один из таких способов. Если вы считаете, что вы погасили кредит, вы можете прийти в Национальный банк. Один раз в год вы можете взять бесплатно свою кредитную историю с паспортом. Подходите, вам это все расскажут, покажут. И вы увидите конкретно, вы оплатили до конца. Есть у вас какая-то задолженность. Какая задолженность у вас на данный момент, если по другим кредитам? То есть это все возможно. Один раз в год это делается бесплатно. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям, которые или уже взяли кредиты, или только собираются это сделать? Ну, вообще, по большому счету, внимательно читать кредитные договоры. И внимательно читать, что вы подписываете. В любом случае, понимаете, банк это... Вы вступаете в гражданской правовой отношении с банком, и любая подпись играет роль. То есть внимательно читайте договоры. Тем более, есть договора, где есть отсылочные нормы, например. Есть, например, ссылки на тарифы. Поэтому вы эти нюансы должны все четко знать. И непосредственно в банках сами кредитные работники должны вам это все объяснить. Вот. Это очень важная информация. Спасибо большое. Спасибо, что пришли в нашу студию сегодня вечером. Аплодисменты для вас. Дорогие друзья, о банковских кредитах мы говорили с Алексеем Валентиновичем Петуховым, начальником управления инспекцией Главного управления Национального банка по Гомельской области. Ну, а более конкретно, о конкретных кредитных программах на недвижимость. Мы поговорим далее в нашей программе. Напоминаю, что вы смотрите «Добрый вечер, Гомель». Тема сегодняшнего эфира «Где взять деньги на жилье?» Телефон 342243. Оставайтесь с нами. Ну что ж, мы продолжаем. И у нас есть телефонный звонок. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Александр, мы слушаем. У вас вопрос есть для нас. Я хотел бы задать вопрос представителю риэлторской компании. Так. Я хотел бы приобрести квартиру. Часть средств у меня есть в наличной форме. И часть денежных средств на приобретение квартиры. Я хотел бы потом взять в банке. Кредитоваться. Ну, хотелось бы узнать, могу ли я с таким вопросом, ну, с такой ситуацией обратиться в риэлторскую компанию. Работают ли они с такими клиентами. И как это происходит? Вы знаете, понятен ваш вопрос. Очень интересный вопрос. Спасибо большое. Это вот вопрос как раз-таки для нашей сегодняшней программы, да? Да. Где взять деньги? Вот у кого-то есть немножко своих, немножко осталось по наследству. Да кто-то что-то насобирал. Остальное частично хочется взять в банке. Насколько реально сегодня типичны вообще такие случаи? Абсолютно нормальный вопрос. И мы работаем с такими клиентами. Если, Александр, вы обратитесь к нам, то, во-первых, для начала нужно определиться с той недвижимостью, которую хотели приобрести. Когда мы с вами будем понимать, в каком сегменте рынка мы работаем. Мы будем понимать, на какую стоимость мы рассчитываем. Полагаю, что обычно клиенты доверяют нам свои тайны и скажут, какой есть у них начальный взнос. Тогда мы, в общем-то, работая со многими банками и зная их политику, порекомендуем вам обратиться в какой-то банк. Если даже в этом банке вам сложно будет найти язык в кредитном отделе, то наш сотрудник пойдет вместе с вами. И я думаю, что результат будет положительный, как он, в общем-то, всегда это и происходит у нас. Вот, кстати, смотрите дальше нашу программу, Александр. Дело в том, что как получить кредит на покупку жилья по самой низкой процентной ставке? Вот сейчас прямо мы получим ответ на этот вопрос, знает наш следующий гость. Дорогие друзья, встречайте, управляющий дирекцией ООО «Белый инвестбанк» по Гомельской области. Я хочу пригласить в эту студию Олега Николаевича Горелова. Добрый вечер, Олег Николаевич. Ждем вас, присаживайтесь. Ну вот вопрос от нашего телезрителя Александра. Вы могли бы прямо сейчас прокомментировать? Да, безусловно. В случае с Александром достаточно 10% стоимости квартиры внести наличными имеющимися средствами. 90% он сможет получить в виде кредитов в «Белый инвестбанке». Но здесь идет уже другой момент. Вы будете проверять его доходность, платежеспособность и так далее. Вот об этом дальше и поговорим. Но для начала скажите, пожалуйста, как вы считаете, Олег Николаевич, насколько вообще активно сегодня коммерческие банки финансируют недвижимость в нашем регионе? За все коммерческие банки мне сложно сказать. «Белый инвестбанк» достаточно активно кредитует население на приобретение строительства, участие в долевом строительстве жилой и нежилой недвижимости. То есть мы финансируем покупку как квартир, так и домов, финансируем участие в долевом строительстве тоже квартир, либо финансируем строительство частного жилого дома. То есть достаточно широко у нас представлена продуктовая линейка и есть масса возможностей кредитовать население. А какие жилищные программы по кредитованию, на ваш взгляд, самые интересные сегодня для населения? Вы знаете, исходя из статистики, наибольшим спросом на территории региона Гомельского пользуется финансирование долевого участия в строительстве. То есть на этапе строительства застройщики УКС, Гомельский ДСК, это основные застройщики региона, они предлагают участие физическим лицам, участие в долевом строительстве, и мы под вот эти договора успешно финансируем. Это самая такая популярная сегодня востребованная схема. Ну что ж, самый главный вопрос сегодняшнего эфира. Какая самая низкая ставка по кредиту в вашем банке, и кто может на нее рассчитывать? Я знаю, что вы нас собирались сегодня удивить чем-то. Да, да. Так, расскажите. На сегодняшний день в Белой Инвестбанке есть возможность получить кредит на недвижимость по ставке 8,89% годовых. Это процент на недвижимость? Это процент на приобретение, либо строительство недвижимости. Расскажите, как это сделать, учитывая, что основная у вас ставка 14,69%. Да, стандартная ставка 14,69%. При этом эта ставка на кредит в сумме 90% стоимости квартиры, то есть 10% участия в собственных средствах, 90% финансирует банк. Это кредит стандартный на 20 лет. При условии выдачи кредита на меньший срок используется шкала дисконтирования. То есть при 15-летнем сроке кредитования применяется 0,3% снижение, при 10-летнем сроке кредитования 0,6%. То есть это уже скидочка идет? Это скидочка. Если кредитополучатель является нуждающимся в улучшении жилищных условий, на 2% снижается ставка, стандартная ставка по кредиту. Также возможно снижение ставки при наличии положительных кредитных историй в Белинвестбанке. То есть кредитополучатель, возможно, ранее кредитовался в виде овердрафта, в виде потребительского кредита. Или зарплатная карточка, может быть? Да, да, конечно. Это уже будет положительная кредитная история? Да, да, конечно. И это сразу скидка? Это сразу скидка, 0,6% в предусмотрении. То есть подождите, вот смотрите, у меня может быть кредитная карточка, зарплатная карточка в вашем банке, плюс я купила чайник. Вы пользуетесь овердрафтом, да. Или же я купила чайник. Вот две положительные мои кредитные истории, в принципе, уже мне дается скидка. Вы имеете право претендовать на определенное снижение процентной ставки, да. Также в случае оформления приобретаемой недвижимости в ипотеку, то есть банк получает дополнительное обеспечение по кредиту, и банк существенную скидку, как вы видите вот на экране, тоже применяет. То есть два процентных пункта, возможно, еще снижение. Соответственно, если гипотетически предположить наличие всех вот этих оснований для снижения процентной ставки, то в итоге кредитополучатель может получить ставку 8,89%. Да, еще очень важное условие снижения кредитной ставки это размещение гарантийного депозита. Что это такое, могу пояснить. Что это такое, расскажите. Ну, предположим, потенциальный покупатель квартиры, он желает приобрести квартиру за счет кредитных ресурсов в белорусских рублях, подчеркиваю, выданных ему в виде кредита на длительный срок. При этом у него есть определенная сумма, значительно больше, чем необходимых 10% в иностранной валюте. Потенциальный кредитополучатель может сумму, имеющуюся у него в виде иностранной валюты, разместить в гарантийный депозит и тем самым получить в зависимости от размера гарантийного депозита скидку до 2%. Ого! Да, конечно. Ну и таким образом... Так это уже 6 будет или все-таки 8? Нет, нет, 8,89 это, скажем так, это максимально... Я сейчас доведу до 6. Нет, это максимально, точнее, минимально возможная ставка при максимальном количестве оснований для снижения ее. Вы знаете, я вот хочу все-таки попытаться сегодня, мне кажется, у нас получается сказать зрителям, что не все так сложно, когда вы приходите в банк, да, и вам говорят, что здесь меньше кредит, здесь больше. На самом деле, вот внимательно просто послушайте, внимательно посмотрите еще раз таблицу и вы заметите, что действительно с 14 вы спокойно можете получить скидку до 8 и построить таким образом или купить таким образом жилье. Абсолютно верно. Спасибо большое. Скажите, вот Ян задает нам вопрос, скажите, пожалуйста, сколько должна зарабатывать семья из трех человек, чтобы получить кредит на жилье? И вообще, кто может себе позволить сегодня кредит на жилье в Беломинской банке? Какие вот доходы должны быть у семьи? Давайте расскажем. Ну, мы подготовили для ответа на этот вопрос вот таблицу. В принципе, учитывается как доход кредитополучателя, так и совокупный доход всей семьи. В данном случае от совокупного среднемесячного дохода всех членов семьи отнимается бюджет прожиточного минимума в зависимости от количества трудоспособных членов семьи, в зависимости от количества детей. Соответственно, ну вот здесь наглядно показано, что в зависимости от состава семьи и среднемесячного совокупного дохода, то есть семья из двух человек при совокупном доходе 1300 рублей может запросто получить кредит на квартиру в сумме 34 тысячи. Это предел? Это, скажем так, это средний расчет. Средний? Да, средний расчет. Конечно. Программным способом рассчитывается, исходя из предоставленных справок о доход кредитополучателя. Вот представим, что кредит на квартиру понадобился молодому, неженатому, одинокому человеку. Да, мы не говорим сейчас про совокупность. Вот, скажем так, на что он может рассчитывать и каковы вообще его действия? Вот, как взять кредит? Ну, в зависимости, опять-таки, от дохода молодого, одинокого и неженатого кредитополучателя, ему будет рассчитана возможность финансирования. Схема такая же. Схема такая же, да. Только не будет сниматься здесь бюджет прожиточного минимума на членов семьи, потому как он будет один выступать, собственно, как и кредитополучатель, и как, в общем-то, по совокупному доходу также в расчете. Но, соответственно, он может претендовать на значительно большую сумму кредита. То есть при доходе среднемесячном полторы тысячи рублей он может претендовать на сумму кредита в районе 60-61 тысячи рублей. То есть одному человеку выгоднее построить, получается, получить кредит можно больше, да, чем... Ну, может быть, у него вторая половина достойно зарабатывает, поэтому, возможно, и по-другому, да. А знаете, банки это знают на самом деле. Ну что ж, а возвращаясь к вопросу, каковы действия, как взять кредит? Вот основные шаги человека сегодня, как прийти в банк. Ну, вот, как сказал коллега, абсолютно правильно, надо начинать с выбора объекта покупки. То есть после того, как потенциальный кредитополучатель, наш клиент, определился с объектом покупки, определился с квартирой, неважно, это будет квартира на первичном рынке, то есть новостройка, либо это будет непостроенная квартира, он будет приобретать ее в виде участия в долевом строительстве, либо он будет приобретать квартиру на вторичном рынке. То есть абсолютно неважно, скажем так, в какой форме это будет, каким образом будет выглядеть это недвижимость, желая. В общем, после определения с объектом, он обращается к консультации, подробной в банк. То есть он обозначает стоимость квартиры, он обозначает форму кредитования, это будет кредитование приобретения, либо кредитование в форме участия в долевом строительстве. Ему будет произведен расчет суммы кредита, на которую он может претендовать, после чего в обязательном порядке, обязательное условие кредитовой недвижимости является поручительство физического лица. Причем... Это один поручитель? Все зависит, во-первых, от совокупного дохода. Второе, все зависит от стоимости недвижимости. То есть недвижимость стоимостью 40-50 тысяч достаточно один поручитель. 40-50 тысяч рублей белорусские. Недвижимость стоимостью дороже 50 тысяч, возможно, потребует второго поручителя. Ипотека в данном случае, если это не акционный продукт, потому что у нас их несколько, по акционному продукту, наличие ипотеки, точнее оформление ипотеки, это обязательное условие, по стандартным продуктам нашим на недвижимость, о которых я сейчас подробно говорил, на оформление ипотеки не обязательно. То есть это тот фактор, который может повлиять на снижение ставки. То есть оформление ипотеки при стандартной ставке 14-69, о чем я говорил выше, позволит получить по ставке 12-69. Так вот, после того, как будет произведен расчет стоимости квартиры, клиент идет уже в бюро, если это квартира на вторичном рынке, в бюро по недвижимости. Либо он идет в агентство, либо он обращается, соответственно, к застройщику, как правило, это УКС или Гомельский ДСК, где оформляется договор, то есть и в агентстве, и в застройщиках, в отделах застройщиков, прекрасно знают и осведомлены о нюансах оформления, то есть мы очень успешно и ежедневно практически коммуницируем, сотрудничаем. То есть никаких технических сложностей здесь не возникнет. После оформления договора, договора на покупку, соответственно, или на долевое строительство жилья, клиент с поручителем уже возвращается в банк непосредственно для оформления и подписания кредитного договора. После чего мы уже в отсутствии клиента, то есть нам наличие клиента здесь не требуется, мы перечисляем деньги застройщику или в агентство, и, собственно, счастливый обладатель квартиры вселяется. Все просто, да. Казалось бы, все очень просто. Олег Николаевич, давайте попробуем ответить на вопрос нашей телезрительницы Янины, которая недавно прислала нам сообщение, в Абер мы его озвучивали. Играет ли вообще значение возраст кредитополучателя? Вот, например, ее маме 52 года и хочет взять кредит на недвижимость на 20 лет. Как можно прокомментировать? Вы знаете, в Белый инвестбанке ограничений по возрасту для получения кредита на недвижимость нет. Серьезно? Да, ограничений по возрасту нет. И, по большому счету, при наличии платежеспособности, при наличии положительной кредитной истории, мы можем без проблем выдать кредит и 52-летней маме Яны. Скажите, пожалуйста, пенсионеры как рассматриваются как кредитополучатели? В данном случае ключевым фактором является именно расчет совокупного дохода и расчет платежеспособности. То есть пенсия тоже может влиять на этот совокупный доход? Да, но вы же понимаете, уровень пенсии, он далеко от тех цифр, которые вы видите. Квартира тоже стоит по-разному. У меня просто Белый инвестбанк таким образом продлевает жизнь просто. Почему? Олег Маркович, а вот, кстати, очень интересно, скажите, пожалуйста, как у вас складываются отношения с нашими банками? Я имею в виду не лично у вас, а вообще у агентства недвижимости сегодня. Ну, вообще, мы достаточно плотно работаем с банками. Мы в клуарах разговаривали, я, честно говоря, пожаловался о том, что нам очень сложно работать с банком. И в то же время мы выяснили, что у нас буквально недавно было три сделки, и мой сотрудник сказал, что все прошло очень успешно, удачно, и мы остались довольны в сотрудничестве. Это было до того как? Да, это было до того. Ну, вот мы, на самом деле, договорились о том, что мы сотрудничество это еще, ну, как-то углубим. И я думаю, что все, кто придут в наше агентство Белый инвестбанк, я думаю, что они получат двойную выгоду и для себя, и для нас. Масса позитивных эмоций, да. Это тоже очень важно. Скажите, пожалуйста, на что все-таки стоит обратить внимание, оформляя кредитный договор? Какие основные моменты, которые должны знать наши телезрители? Вы знаете, это очень важный вопрос. И я могу однозначно сказать, что к чести Белый инвестбанку договора составлены абсолютно прозрачными. Отсутствуют какие-то сноски, отсутствуют какие-то скрытые и завуалированные комиссии, какие-то пени, штрафы и так далее, и так далее. Вот именно на эти моменты необходимо обращать внимание. То есть наличие дополнительных комиссий, наличие штрафных санкций. Это должно насторожить? Это, скажем так, это необходимо обсчитать. Так. То есть клиент должен быть готов к тому, что при условии досрочного расторжения договора, предположим, заключенного с каким-то другим банком, ему необходимо будет выплатить штрафные санкции. В договорах на приобретение или на строительство недвижимости Белый инвестбанк отсутствуют штрафные санкции за досрочное расторжение договора. Вот на это надо обратить внимание. Также важно обратить внимание на порядок и форму начисления процентов, потому как, опять-таки, в договорах на приобретение или на строительство недвижимости Белый инвестбанк процентная ставка начисляется на остаток задолженности. В то же время существует система расчета процентной ставки, там, аннуитетными платежами, то есть равными долями. Да, понятно. Получается так, что остаток задолженности сокращается, а ставка по кредиту стоит неименными процентами. Да, на это надо действительно обращать внимание. То есть эти моменты очень важны. Также необходимо обращать внимание на такой момент, как повышенные процентные за просрочку. То есть в некоторых банках повышенная процентная ставка доходит там двойного-тройного размера. Вот. У нас, естественно, тоже предусмотрено повышение, но на уровне там 1,5 коэффициент принимается. Мне нужна... И только на просрочку. Я поняла, спасибо. А не на весь долг. Конечно, Олег Маркович. Скажите, пожалуйста, вот я насколько правильно вас понял, что несмотря на то, что Белый инвестбанк возьмет квартиру в зачет, все равно потребуется поручитель. Секунду, мы в зачет квартиры не берем. Вы не берете в зачет. Все, значит, квартира в зачет не берется. Нет, мы финансируем. Мы финансируем. Любой зачет. Финансируем любой зачет, да? Нет, не в зачет. Я неверно сказал. Скажите, пожалуйста, обеспечение. Берете ли вы квартиру в обеспечение? Мы можем брать в обеспечение как квартиру, которую приобретаем, приобретает клиент, так и квартира, которую у него уже имеется. Я извиняюсь, что такое квартира в обеспечении? Это ипотека. Это ипотека. Значит, если ипотеку человек взял, все равно поручительство требуется, да или нет? Значит, поручительство – это, скажем, базовое требование банка, продукта банка при финансировании недвижимости. То есть поручительство, скажем так, это тот момент, от чего мы не уйдем для обеспечения. А ипотека – это, скажем, дополнительная форма обеспечения, которая для клиента позволит снизить ставку по кредиту. Кстати, очень важно еще обратить внимание при оформлении кредита на условия изменения процентной ставки. Потому как, ну, все прекрасно знают, бывают различные ситуации, различная ситуация в целом в экономике, да, когда ставки растут и финансирование, ставки растут, соответственно, и по депозитам, и ставки по вновь выданным кредитам также растут. В этих условиях многие банки, они активно по ранее выданным кредитам также поднимают ставки. Опять-таки, к чести Билл Инвестбанка могу сказать о том, что по ранее выданным кредитам на недвижимость, вот мы смотрели с коллегами там десятилетнюю историю, то есть ставки не поднимались, не изменялись. Это тоже очень важно. Хотя, в общем-то, в договоре-то условия есть. Замечательно, спасибо. У нас есть несколько вопросов. Да. У вас, друзья, очень хотелось бы ответить. Вот наш телезрительный задает такой вопрос. Дадут ли мужу кредит на строительство жилья, если жена находится в декретном отпуске? Опять-таки, нам в данном случае ограничений как-то нахождения потенциального кредитополучателя на пенсии, либо там нахождение в декретном отпуске. Подождите, а декретные деньги у ребенка, они являются доходными? Вот, одну секунду. То есть, как таковых ограничений, то есть, какой статус на сегодняшний день там члена семьи кредитополучателя для нас не важен. Для нас важна его совокупная платежеспособность, то есть, которая вычисляется путем, опять-таки, сложения доходов всех членов семьи и вычисления там бюджета прожиточного минимума на всех членов семьи. В данном случае мы возьмем совокупный доход в виде дохода кредитополучателя и тех выплат, которые производятся, находящиеся в декрете второму члену семьи. Если можно, коротко Жанне попробуем ответить. Мне нужна доплата на покупку квартиры. 9 тысяч долларов. Какой кредит лучше взять? Обычный потребительский наличными или целевой на недвижимость? Спасибо. Здесь важно понимать, на какой срок, уважаемый Жанне, нужен кредит. То есть, если речь идет, то есть, опять-таки, как правильно сказал мой коллега из Национального банка, прежде чем брать кредит, надо четко понимать твои возможности по его обслуживанию. Соответственно, если Жанна прекрасно понимает, что 9 тысяч долларов для нее небольшая сумма, и она прекрасно эту сумму будет обслуживать и гасить в течение небольшого количества времени, 2-3-5 лет, то вполне достаточно взять потребительский кредит. Тем более, потребительские кредиты оформляются очень быстро, в течение от часа до одних суток, в зависимости от суммы. Если отличие вообще кредитов на недвижимость в том, что эти кредиты даются на длительный срок. Как я уже сказал, до 20 лет. А у нас есть акционный продукт, до 25 лет мы финансируем. Правда, там 80% финансируется, не 90%, как по стандартному кредиту, а 80% от стоимости недвижимости. Но сроки кредитования огромные. 25-20 лет. Соответственно, можно 15 лет, можно 10 с применением шкалы дисконтов. То есть самое главное, что есть у нее выбор. Можно взять такой кредит, такой. Главное рассчитать свои возможности и подумать, что для вас будет проще. Для того, чтобы было проще, уважаемая Жанна обращается по адресам расположения. Их можно взять в сети интернет на сайте Белинвестбанка. Ей произведут расчет выплат как по кредиту на недвижимость, так и по кредиту потребительскому, кредиту стандартному. Олег Николаевич, спасибо вам большое за такую полезную информацию. Хочу напомнить нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях был Олег Горелов, управляющий дирекцией Белинвестбанк. Очень познавательно. Спасибо вам большое. Вы можете присоединяться к нашим зрителям в студии. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир. Где взять деньги на жилье? Тема нашей программы. Далее мы расскажем, как правильно взять в долг у соседа, у родственника или просто у частного другого лица. В чем плюсы такого займа? Дело в том, что многие люди, которые нуждаются в денежных средствах, но не могут или не хотят обращаться в банковские учреждения, ищут какие-то альтернативные варианты для получения кредита. Займы от частных лиц. Это один из способов оперативно получить нужную сумму. Но вот где найти частного кредитора? Мы подготовились к программе и обнаружили, что сегодня у гомельчан очень популярны вот такие схемы. Где взять долг? Можно взять у знакомых. Это чаще всего, что мы делаем. Но эксперты утверждают, что это самый простой проверенный способ. Но при выборе такого варианта, как правило, чаще всего заключается устная договоренность. Можно разместить объявление о том, что вы разыскиваете какие-то средства в газете или в интернете. Это очень оптимальный такой вариант для заемщиков, которые желают занять небольшие суммы, но на какие-то такие частные нужды, в том числе, может быть, доплата на квартиру. Обычно и кредитор, и заемщик в таком случае проживает в одном населенном пункте. Ну и посредники. Через финансовых посредников можно также взять в долг. Обращаясь к брокерам, стоит знать, что услуги такие небесплатные. За свою работу они попросят от 5 до 10% от запрашиваемой суммы займа. Итак, в чем же специфика частного займа? Каковы его преимущества? И как правильно оформить всю документацию? Давайте разбираться прямо сейчас вместе с нотариусом. У нас в гостях Светлана Кучинская, нотариус Гомельского нотариального округа. Встречаем. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот смотрите, Светлана, наш народ, он дает и берет в долг зачастую вот на полном доверии. А все-таки что такое деньги в долг под расписку? Давайте расскажем всем. Ну я хочу сказать, что под расписку в долг большие суммы я бы вообще не рекомендовала давать. Почему? Почему? Потому что расписка, безусловно, для суда она имеет юридическую силу. Но бывает так, что человек, который дал в долг, договорили, что через какой-то определенный промежуток времени ему этот долг вернут и не возвращают. Что делать? Он идет в суд. Идет свою расписку. Совершенно верно. Суд, безусловно, ну то есть уже по окончании выносит решение. Десять дней на вступление в законную силу. За это время, пока суд будет выносить решение, пока оно вступит в законную силу, недобросовестный заемщик, все имущество, которое у него есть, он от него избавится. То есть для того, чтобы не было... Договор займа нотариально удостоверены. Что это такое, расскажите нам? Значит, по договору займа, то есть стороны приходят к нам, заемщик и заемодавец приходят к нотариусу и говорят, что вот мы такую-то, такую-то сумму мы хотим отложить. Причем на сегодняшний день действующим законодательством разрешено отдалживать деньги как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте. В любой? Безусловно, хоть китайскими тупиками. Так, 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 уже интересно. Когда заключают договор займа, основное, на что хочется обратить внимание, значит, договор займа считается заключенным с того момента, как деньги уже переданы. Он это может передавать при нотариусе? Или это так и нужно, в принципе, делать? Нет, при нотариусе в этом нет необходимости, но в любом случае... А, то есть они могли уже передать друг другу деньги, прийти и оформить? Совершенно верно. Так. Вот. Когда переданы уже деньги, договор займа считается заключенным, как я уже говорила, и после этого в договоре займа указывается, в течение какого времени этот долг будет возвращен. А процент, я и сразу вот хочу говорить, а процент должен указываться? Договор займа может быть как беспроцентным, так и с процентами. Если стороны между собой определились, что это будет под проценты, не вопрос, пожалуйста, нотариус это укажет. Если не указано, что под проценты, в этом случае, в случае невозврата займа, проценты насчитываются исходя из ставки рефинансирования Национального банка. Вот. Причем я хочу отметить, что когда уже в судебном порядке, если человек не платит долг и проценты, то еще на сумму этих денежных средств могут быть взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами. Это предусмотрено 366 статьей Гражданского кодекса. А вот такое, заверенное у нотариуса, вот такое долговое поручительство, договор займа, он в суде по-другому рассматривается? Я хочу сказать, что если договор займа у нотариуса удостоверен, то сторонам вообще нет необходимости обращаться в суд. То есть человек, если ему не возвращаются деньги, он может обратиться к нотариусу за совершением исполнительной надписи. Нотариус делает исполнительную надпись, она является уже исполнительным документом. Но причем хочется отметить, к сожалению, я знаю несколько случаев из практики, когда человек обращался к нотариусу, нотариус сделал исполнительную надпись, потому что нотариус исходит из принципа добросовестности. Так вот, человек, который заемщик обратился за совершением исполнительной надписи, оказалось, что, вернее, займодавец, заемщик платил ему деньги на протяжении определенного времени, то есть, допустим, половину долга выплатил, но нотариус не приглашает, когда удостоверяет исполнительную надпись, ни заемщика, ни свидетельника, да, то есть, исходя из принципа добросовестности, предполагается, что человек пришел тот, который заемщик, и это правда. Вот, мы не проверяем. То есть для нас есть основания, и мы делаем эту исполнительную надпись. Как разорвать эту бумажку? Надо ли опять прийти к нотариусу, когда долг выплачен? Человек должен, тот человек, который погасил долг уже, должен взять расписку у взаимодавца, что никто никому ничего. Совершенно верно, что получил, и материальных, и иных претензий не имеет. И еще, что хотелось бы отметить, я сторонник того, чтобы, если отдалживаются большие суммы денег, то отдавать займ под залог. Вот залог чего? Недвижимости. Недвижимости. Либо движимости, то есть автомобиль тот же самый. Но почему, будем говорить так, мне не очень нравится автомобиль, потому что, ну, нотариусы скептики, да, вот, автомобиль раз ехал, попал в ДТП, и все. Ну что же такое? Понимаете? Вот, мы, конечно, думаем обо всем хорошем, но в то же самое время, знаете, хотим предусмотреть возможные риски и последствия. То есть мы всегда людям говорим, вы оцениваете сами, мы вам рассказываем правовые последствия, мы можем вам высказать какую-то свою рекомендацию, но уже принимать решение будете вы. Светлана, скажите, пожалуйста, вот популярны ли такие частные займы, оформленные в нотариате сегодня у наших гомельчан, и вообще существует ли статистика, на что чаще всего одалживают у соседей и друзей сегодня? Вы знаете, как правило, на недвижимость не одалживают, потому что большие действительно суммы берут у родственников, берут просто так, и, к сожалению, из-за этого бывают иногда родственные отношения портятся. Самый большой процент, который был указан, помните, в какой-нибудь вашей практике? 5 процентов. Это самый большой процент частного займа? Так указывали. Понимаете, не всегда указывают то, что на самом деле, да, чаще всего бывают, ну, будем говорить так, приходят, не хотят указывать проценты. Почему? Потому что проценты – это уже доход, и с него нужно платить налог. Поэтому некоторые говорят так, значит, я тебе одолжил, образно говоря, 10 тысяч долларов, а ты мне отдашь 15 тысяч долларов, и в договоре займа просят на территорию сказать 15 тысяч долларов, напишите. Кстати говоря, основания для обращения в суд с заявлением о признании договора… нет, не ничтожным, ну, безденежным. Безденежным, да, совершенно. То есть там будет доказательство только на то само, которое реально передали. Спасибо. Светлана, мы хотели бы сейчас для наших телезрителей еще раз напомнить плюсы и минусы частного займа. Обратите, пожалуйста, внимание. Плюс, конечно же, это быстрое оформление и выдача денег, минимум документов, не требуется поручителей и никакой кредитной истории. А вот минусы все-таки – риск столкнуться с мошенниками, очень большие иногда проценты, опасность потерять дорогое залоговое имущество, что очень-очень важно. Олег Маркович, скажите, пожалуйста, часто ли в вашей практике квартиру покупать за счет частного вот такого вот займа? На самом деле, такая практика существует. Возможно, она находится за рамками Натальиуса, просто Натальиус об этом не сообщает. Мы часто видим, деньги одалживаются в большинстве случаев у родственников. Вот, и пишутся займы, займы в простой описанной, она может быть расписка, может быть займ, ведь займ может быть в простой описанной форме написанной. А нет, мы об этом и начинали. Безусловно, просто если это сделано у Натальиуса, это повышает его статус и помогает человеку в случае неприятностей, они могут уже не обращаться в суд, а брать так Наталью. И сбежать судебной процедуры, то есть долгого времени. Вот эти 10 дней, которые наступают, когда человек недобросовестно может избавиться от имущества, их уже нет. Совершенно нет. Потому что никто не знает, но я понимаю, если мне не отдают, я пришел к Натальюсу и, на самом деле, зафиксировал. Мы говорим о том, что Натальюс это в любом случае гарантия законности при любой сделке. Безусловно. У меня вот такой вопрос, Олег Маркович. Вот каков примерный вообще алгоритм действий человека при покупке жилья и когда на этом этапе, вот в эту схему, вступает Натальюс? Ну, здесь, на сегодняшний день у нас в Гомеле существует практика, что, скажем, наверное, 90, больше 90% сделок проходит через Натальюс. Вот. В других городах люди обращаются в аденство по земельному кадастру, да? По госрегистрации земельному кадастру. По земельному кадастру, да, абсолютно верно. Вот. Гомельчане доверяют Натальюсу, наверное, гомельские Натальюсы все-таки имеют в Гомеле высокий авторитет, и это оправдано, действительно. Я не могу назвать ни одного Натальюса, который бы, ну, мог бы порекомендовать какие-то противоправные действия. Поэтому мы тоже с удовольствием, когда к нам приходят люди, мы рекомендуем на этапе совершения сделки обращаться к Натальюсу. Натальюсу непосредственно перед сделкой мы подаем документы, есть перечень документов, которые мы обязаны подать. Мы, в нашей практике, мы стараемся сделать так, чтобы Натальюсу было время сутки-двое изучить документы. Вот. Потому что, безусловно, агентство делает глубокое изучение документов. Мы очень тщательно к этому подходим. Вот. Но когда есть такая двухступенчатая система, и причем мы доверяем Натальюсу, мы знаем, что мы, и мы, и они, мы заинтересованы в чистоте сделки. Поэтому мы отдаем документы, Натальюсу еще просматривает, и вот тогда уже совершается сделка. Вы знаете, я уже собираюсь заканчивать эту программу сегодняшнюю, потому что можно говорить бесконечно о том, где взять деньги на квартиру. Но есть одно сообщение для Олега Марковича. Расскажите, пожалуйста, спрашиваю Светлана, расскажите, пожалуйста, про схему, где меняются сразу пять квартир. Да. Это что-то такое засекреченное? Да нет, на самом деле это вообще... Или это очень популярное, типичное? Это популярное, и агентство существует... Можно, если коротко, пожалуйста. Да, да, я очень коротко. Агентство существует, и для того, чтобы эти цепочки можно было осуществить, чаще всего, вот когда мы говорим о деньгах, да, где мы берем деньги, появляется некое лицо, у которого есть 15 тысяч долларов, и, допустим, он покупает однокомнатную квартиру. Он покупает однокомнатную квартиру. Владелец однокомнатной квартиры собирается купить двухкомнатную квартиру. Он получает эти 15 тысяч, у него есть 4 тысячи на доплату, агентство помогает купить двухкомнатную квартиру. Человек, который покупает двухкомнатную квартиру... И так до пятикомнатной можно дойти приблизительно. Да, ну, во всяком случае, в нашей практике мы проводили сделку, нотариусы нас чуть испугались, но они, когда мы пришли, да, 8 объектов мы проводили одномоментно. Ничего себе! Ну что ж, спасибо, спасибо большое, Светлана. Я благодарю вас тоже, Олег Маркович, за участие в нашем сегодняшнем эфире. Дорогие друзья, сегодня мы, конечно же, рассмотрели лишь некоторые схемы, где взять деньги на жилье. Очень надеемся, что вам пригодится эта информация. Единственное, на что хотелось бы обратить ваше внимание, все-таки намереваясь взять кредит, пусть частным образом, или в банке, не забудьте, пожалуйста, про плюсы и минусы жизни в долг. Это была программа «Добрый вечер», Гомельс, Наталья Волунец. Хороших вам выходных и до новых встреч в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!